Несколько недель назад мы рассказывали о семье Канайкиных, которая стала жертвой мошенников. Потеряв квартиру, пенсионеры жили в автомобиле, а накануне в семье произошло горе. Умерла Надежда Канайкина. Сильные морозы и переживания стали поводом столь скоропостижной смерти супруга Василия Ивановича. Теперь пожилой мужчина и его сын-инвалид остались один на один с бедой. Подробнее расскажет Мирамгуль Салкинбаева. Это дом, в котором проживали Надежда Петровна и Василий Петрович около трех месяцев. Кушали китайскую лапшу, спали в одеждах. Квартиру у стариков отобрали еще в начале сентября. Тогда у Надежды Канайкиной и случился первый приступ инсульта. Зимой прошлого года Надежда Петровна и ее супруг Канайкин Василий хотели купить квартиру. Отдали за даток некий семездравый в размере 300 тысяч тенге. А всего причитается 780 тысяч. Но семья Канайкиных осталась не только без денег, но и без жилья. Мы не знаем даже куда мы денемся. Ну пожалуйста, помогите кто-нибудь, люди добрые. Хоть какую-то комнатку нам. Нам не помыться, не покусать, ничего, одеты и ходят. Они побывали везде. Визит в прокуратуру, ЖКХ и городской Акимат утешительного результата не привел. Можно сказать, что походы вышестоящей инстанции только ухудшили здоровье пенсионеров. После полученного инсульта у Надежды Петровны был дефект речи. Да и передвигалась она с трудом. В последние дни покойная Надежда Петровна не находила себе места. Причина всему – сильный стресс, вспоминает убитый горем супруг Василий Иванович. Когда вскрытие было, говорит, у меня нервная почва, на голову, кровоизлияние. Кровоизлияние. Василий Иванович в тот день поехал в Астану к сыну инвалиду второй группы. Покойная на тот момент находилась дома одна, из-за чего супруг сильно переживал. К нему поступил звонок о том, что Надежду Канайкину увезли в больницу. Когда Василий вернулся, Надежда Петровна уже находилась в реанимации. Чуть позже Василию Ивановичу сообщили ужасную новость. Подруга звонит. Петровну положили в больницу. Туда, на юго-востоке. Оттуда приехали. Мне сестра звонит. Привезите памперсы туда-сюда. В четвертый раз мне это привезите, говорит, все это все. А мы оттуда приехали в шестом часу. Взяли это все. Поднимаюсь туда, палату. Она в палате была. Помогу это памперсы все снимать, все помогало. Переодевали все. Ну все, думаю, ну раз палате лежит, что-то. Потом уже вечером или тогда перевели в реанимацию. И все. Теперь у Василия Канайкина остался единственный сын. Константин Васильевич, инвалид второй группы. Только благодаря этому у него еще есть силы бороться за квартиру. Но насколько их хватит, пока неизвестно. Господи, спасибо вам. Но я не могу. Василий Иванович не может выразить ту боль, которая находится у него в душе. И Надежда Канайкина так и не смогла дождаться возвращения в законный дом. Да что уж говорить, последние несколько месяцев она проживала чуть ли не на улице. Да и умерла она там же. Обещаний местных властей Надежда Петровна так и не дождалась. Миром Гусел Кимбаева, Лжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.